Отлично. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1981 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Отлично. Мы приветствуем Оксану. Интересуемся, готова ли Оксана к диагностике, доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. И я даю команду. И на счет три скэнер начинает сканировать Оксану на всех семитонких телах. У тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. У нее нет интерферентов, я бы сказала. Но у нее какие-то темные энергии по ней. Темные энергии? Костаточные такие пятна вот по тонким телам. Ну откуда они взялись? Движущиеся. Считаем. А, движущиеся. И я даю команду. Я даю команду. И все эти пятна, силой моего намерения, выходят из всех тонких тел Оксаны и формируются в черный шар. Перед ней. Один, два, три. Они вышли. Он не черный, а серый. Такой бледный серый. Да. Это эмоции ее личные. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Они улетают в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Каналов нет больше? Нет. Отлично. Оставляем тогда Оксану в комнате диагностики и находим ее младшего сына. Ты готова? Да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2018 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Нашла. Отлично. И Матвей выходит. Один, два, три. Если что-то есть в биороботе, выходит тоже один, два, три. Что-то красное у него. У него что-то красное. Дракоша залетела. Отлично. Защищая биоробот защитным потоком и чистой энергии Абсолюта, бери Матвея и вместе с тонкой копией Матвея поднимайся в комнату диагностики и будь в ней. Один, два, три. Пошел подъем. Здесь. Хорошо, Верочка. Так, мы приветствуем Матвея. Интересуемся. Готов Матвея к диагностике? Доверит ли он нам биополис свое? Наперед сеанса. Готов, да. Отлично, Матвей. И включается скэнер на счет три. Один, два, три. Абсолютно. Находят любые чипы, датчики, импланты, все чужеродное. Выстраивается канал и по каналам ответственны притягиваются в эту клетку тюрьму. Один, два, три. Красный дракон у него. Причем он, знаешь, как идет. Он сидел в биополе ребенка, но транслировал на маму, так как у них одна энергия, под мамина энергия ребенок. И вот ребенка он показывает еще как, вернее, Матвей, тонкая копия Матвея показывает, как воздушный шарик какой-то у него рядом, но он на него смотрит. То есть где-то через игры, видимо, он зашел. Через игрушки, через игры какие-то. Какие именно игры? Считай информацию. Игрушки. Во время игры. Вот как-то так. Понятно. Считай цифры над головой дракона. 108. Дракон, ты знаешь, куда ты попал? Нет, он не знает. Отлично. Сейчас я тебе покажу. И в моих руках появляется печать дракона. 1, 2, 3. Включая на полную мощность. Чуть громче говори, пожалуйста. Но он как-то взвизгнул и развернулся задом. И уменьшает дракона в два раза силу моего намерения. Да будет так. Прыгать начал. Пусть прыгает. Посмотри. У нас один канал к нему только, да? Да. Отлично. И я даю удар. 50 тысяч герц на частоте дракона. 1, 2, 3. Удар. Ищет. И еще 50 тысяч герц. Удар. А ты представляешь, какое несчастье случилось, дракоша? Ты подключился к ребенку, которому 3 года. А за такое я сжигаю и отправляю в галактическое ядро. Ты зашел после того, когда мы его почистили. То есть ты подписал себе смертный приговор. Ты готов уходить в галактическое ядро? Паразит. Он скулит. Он не готов туда уходить. Не готов. Не надо было заходить, тогда бы не надо было готовиться. Ты видел, что он защищен матерью, энергией матери? Ты еще на мать воздействовал, паразит. Не было выставлено это намерение. Какое намерение? От мамы. То есть мама не выставила намерение, чтобы... Она должна закрыть своей энергией ребенка. Хорошо, это ценная информация. Возвращает тебе твои размеры. 1, 2, 3. Так, дракон, отвечай мне на вопрос, что ты оставил в биополе ребенка сейчас? Своей энергией. И делаем реверс энергии. Хорошо. Ты готов? Мы отдадим тебе все темное и заберем все светлое. Все, что ты украл. Если будешь блокировать канал, я тебя сжигаю сразу без разговора, потому что мне это просто уже надоедает. Когда такие твари приходят и в детей вселяются, которым 3 года. Он даже говорить еще не может. Ты, сволочь, уже там сидишь. И сосешь его энергией. Вот если бы не законы мироздания, поверь мне, это бы закончилось для тебя реально конкретно одним словом. И я даю команду тонкой копии Матвея спроецировать все энергетические сферические каналы к дракону и вернуть ему патогенную негативную низковибрационную энергию. 1, 2, 3. Вся энергия от чужая уходит. Возвращается к дракону. Знаешь, у него энергия как красное пламя какое-то. И вот мама помогла ему выстроить канал. И Матвей, он себя по животику бьет как-то. И вот из него выходят вот эти красные энергии, как пламеняющиеся какие-то к дракону. Молодец. Все, до последнего микрона. Все выбиваешь с животика, где бы оно там ни сидело. Мама помогает, Оксана помогает. И дракон, такое ощущение, он сам как ребенок. То есть ему было интересно вот с этими детскими энергиями. Да мне все равно, что ему интересно. Дракон, сколько тебе лет в человеческих годах? Два. Что два? Года. Ты 108. Он еще младше Матвея, что ли? Ничего вообще не понимаю. Матвея еще разговаривать не может, а у него уже паразит. Сидит, который младше его и свезет его энергией или как? У тебя 108 уровень. Сколько тебе лет, я спрашиваю? В человеческом летоисчислении? 15. О, 15. Это уже не два, правильно? Еще, дракон, я тебя предупреждаю. Малейшая попытка обмана. Еще одно неверный ответ. И все. Ты ничего больше от меня не услышишь. Просто увидишь просто ядро галактическое и туда уйдешь. Ты стоишь миллиметр от него на расстоянии. Ты в ребенка вошел. Это не прощается. Ты ему шансов никаких не дал. Это не взрослый человек. Он не понимает вообще, что вокруг него происходит. И тут приходишь ты и сосешь. Сволочь, у него энергии. Детские энергии. Самые чистые энергии. Невинные энергии. Через него на маму плеял тоже. Еще и у мамы энергию сосал. Сейчас забрался. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Матвей забирает чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитил, все, что у него изъял дракон, возвращает до последней капли назад. Пошла энергия. Вежевая идет энергия. Через Матвей идет к маме. Ногу украл. Вера. Идет пока. Готово. Хорошо. Так. И я подхожу к Матвею, кладу ему руки на плечи и своей собственной энергии. 50 тысяч герц сжигая канал. Один, два, три. Удар. Готово. Давай заправим Матвея. Сколько у Матвея сейчас энергии? И сколько ему нужно? 80 у него. Это мало ли для ребенка в таком возрасте? 150 нужно как минимум. Только хотел сказать, два раза больше. И сколько еще частота? 20. 20 герц. Хорошо. И на счет три. Макушку головы Матвея, начиная по стопу числового значения 20 герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Отлично. Хорошо. Так. Давай тогда вернем ребенка назад, да, Вера? И маму вернем и поднимем сына. Хорошо. И для усвоения вибраций возвращаем тонкую копию Матвея в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между биороботом и тонкими телами. Готово. Отлично. И возвращайся в комнату диагностики. Один, два, три. Отключайся от Матвея. А здесь маму, наверное, оставим. Другой ребенок тоже несовершеннолетний. Хорошо, конечно, да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2006 года, воплощенную на Земле. Один, два, три. Пошла. Отлично. Хорошо. И снимаются все маски и голограммы. Тонкая копия выходит из биоробота. Все чужеродное, что может находиться еще в биороботе, силам его намерения, выходит, становится рядом. Любые голограммы, маски. Один, два, три. Все выходит. Голограмма есть у него. Видишь, как хорошо. Так, бери голограмму, бери льва и вместе с тонкой копией льва, зачай биоробот и вместе с тонкой льва поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Здесь. Мы приветствуем льва, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на операцию. Доверит. И я даю команду. Экеннер на счет три начинает сканировать льва. Пространство над головой притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Давай голограмму в клетку. Голограмма на счет три уходит в клетку. Один, два, три. И от голограммы выстраивается канал к ответственному ответственности. За голограмму силами его намерения притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Сейчас будет интересно. У меня провода к тонкой копии от голограммы идут. От голограммы выставился канал сейчас? Да. Кого притянул? Грей. Снимаются все маски. Голограмма один, два, три. Сколько Греев? Двое. Два Грея. А я не верю, что их два Греи. Греи, которые в квартире сидели. Понятно. Значит, вы Греи пришли туда, куда я запретил доступ? Но их нет в квартире. А где они? Они у Льва, в Беополе. А как вы осмелились сюда прийти? Грей, я к вам обращаюсь. И я включаю сейчас печать семей Архангелов. И сжигая все голограммы Греев, если еще есть один Греев, проявляется. Один, два, три. И от Греев выстраиваются каналы к ответственному. Если еще есть канал к рептилоиду или к другим Греев, он выстраивается. И они притягиваются в клетку-тюрьму и становятся заложником. Один, два, три. Рептик протянулся. Голограмм нету у Греев. Их двое. И рептилоид. И репт. Хорошо. А репт другой какой-то. Снимаются все маски. Голограмм один, два, три. Фантом предстоит первозданном виде согласно своему эфирному коду. Один, два, три. Какой репт? Считать цифры над головой? Восемьдесят девять. Но вспомнить, таких низких еще никогда не было. Реально не было. Я не помню. У нас все трехзначные были. Вообще какой-то начинающий. Как-то одет как-то он как. Рептилоид, кто ты такой? Ну представься. Или я сейчас начинаю на тебя воздействовать. Вера, у нас два канала. К рептам и к рептилоиду. У нас нет пока каналов. Мы его еще не сканировали даже. Это все идет от голограммы. А, это из голограммы вытянут. Хорошо, ладно, хорошо. Хорошо. Так, все замерли в клетке на счет. Три, один, два, три. И я даю команду. Скеннер начинает сканировать все семь тонких тел льва. Если он что-то находит, моментально выстраивается канал. Ответственный по каналам притягивается в клетку тюрьму. Один, два, три. Скеннер начинает сканировать. Арахноид в желтом теле. Вы его не встречали в квартире? Не знаю пока. Хорошо. Что зеленое тело и синее. Голубое чисто, а синее. А вот там сидит как раз грей и рептилоид. К сердечной чакре и к синему глазу будут соединены были. Обалдеть. Это голограмма. А и спрут у нас есть. Окей, спрут. Голограмма. Два грея. Спрут, два грея, рептилоид. Кто еще? Спрут, два грея, рептилоид. Арахноид. Вау. Там будет точно зоопарк. Дальше. Ну, а вот у него есть еще кто-то в красном. То ли черт, то ли демон. Подожди, он не вышел или нет? Вышел или нет? Он мимикрирует. Ах ты мразь. Большой, то маленький сценарий. Силы моего намерения черт оказывается в клетке тюрьмы. Один, два, три. А он здесь, но он мимикрирует. Направляя на него щит. Семь архангелов мощнейший ударом печатью семь архангелов, сжигая его голограмму. Один, два, три, удар. Семигерцовый демон. Отлично. Так, демон, шуточки со мной решил играть, да? Не демон, бес это. Бес семигерцовых демонов не бывает. И сжигаю рога, срезаю рога бесу. Один, два, три, удар. Но он падает за ними, ругает тебя. Сто тысяч герц удар. Один, два, три. Повтори. Хватит, хватит, говорит, хватит. И еще раз, пятьдесят тысяч герц удар. Больно. Нет, это еще не больно. Я тебе сегодня отправлю в галактическое ядро. Ты закончил свое бренное существование. Никому не нужное. Ты еще мне пытался здесь преграды ставить. Ты еще мимикрировал там. Все, твое время вытекло. И он бес. Я говорю бес. Итак, у нас пять интерферентов. Бес седьмой или восьмой, ты сказал, Вера? Семь. Семь, хорошо. Он себя ведет культурно там? Или ты скажи, какое-то малейшее движение? Ну, смотри, чем больше ты повторяешь бес, тем больше к нему энергии возвращается. От кого? От кого возвращается? И изнутри у него как-то растет. Уменьшая бесов два раза. Один, два, три. То есть, чем больше ему внимания, тем он сильнее становится. Я ему сегодня столько внимания дам, что ему мало не покажется. Уменьшил его? Сидит, да. Так, бесяра, ты хочешь это еще сказать? И эти рога вылетают из клетки. Один, два, три. Открывается портал в галактическое ядро. Улетает в галактическое ядро. Закрывай, опечатывай, растворяй. Что? Итак, я слушаю бес. Но он сидит и молчит. Колени поджал. Когда ты пришел в это тело? Если ты будешь мне сегодня здесь лгать или будешь мне мешать, я тебя сожгу. Он три года сидит. Три года. Когда ты зашел? На какую частоту? Покажи ситуацию. Компьютер показывай. Компьютер. Значит, бес зашел через компьютер. Теперь давай по этой теме конкретно рассказывай. Какая была игра? Какая ситуация? Ну, он показывает, зашел он. Портал, из портала, который в двери был. Зеркальный. Да, мы его убрали. И он поселился, он дождался вот этих вот эмоций. Когда ребенок играл и подсел к нему. То есть он как... Он его под... То есть это было не на игре, а было на эмоции. От какой-то игры, не в зависимости от игры, да? Да. Какая была реакция? Реакция страха? Как играл с ним он. Какая? Страх? Или что там было? Какой сюжет? Я бы сказала, что это... Чуть громче. Как... Стрелял он что-то там такое делал. Борьба за жизнь. Это энергия страха. Понятно. Больше ажиотаж, наверное. Хорошо. Три года. За какой отток энергии ты был ответственен? Ты его гонял, чтобы он в игры играл. Да, ему самому интересно. То, что ему интересно, это неправильный ответ. Это одно. Нет, бесу и самому интересно. И он был... Да, он его... Как сказать, возвращал. Вера, чуть-чуть, если можно, повыше микрофон подними, пожалуйста. Угол неудачный. Хорошо. Так. Переходим к арахноиду. Арахноид, когда ты зашел в это тело? Арахноид у него 6 месяцев. Так. Когда зашел? Где зашел? В какое-то здание он показывает дети. Полотеной спустился он к нему. Это школа или что это? Здание с детьми, наверное, школа. 6 месяцев назад. Кошмар. Они уже в школу пролезли. А что ты его выбрал, арахноид? Он показывает, что он в разных спускается. Кается, поднимается. Арахнует. Пробует. Ты оставил яйца в его биополе? Инкубатор есть там? Нет, он не успел. Это мы проверим. Если ты обманешь, я тебя накажу. Так. Он плел. Сплел. Ну, это мы... Сплел. В желтом теле он плел. Серые там паутины есть. Хорошо. Так, Спрут. Что ты? Когда ты зашел в это тело? 5. Что 5? 5 лет. 5 лет. Ребенку 15 лет. 10 лет ты зашел. Где ты зашел? Как ты зашел? На какой частоте? Покажи ситуацию. Он мне вообще туалет показывает. Он в туалете подсел? Школьный? Я не знаю, но он общественный, не домашний. Общественный туалет. И ты 5 лет не сидел, да? Ты оставил в его биополе свои присадки, чупальцы? Оставил. Понятно. Грея, ну что, вы поняли, куда вы попали? Кевайт. Вы знаете, как я поступаю с Греями? Пускаешь. Не всегда. Только когда они правду говорят. Если меня Грея пытается обманывать, я сжигаю все вокруг. Все. Тарелки сжигаю твою, сжигаю роботов, сжигаю все присадки, все импланты, все, что есть. Мы не намерены обманывать. Вот я проверю. Хорошо, теперь я подхожу к рептилоиду, рептилоиду. Как ты осмелился зайти в это тело? Онколограмма. И от него выстраивается канал к ответственному. На счет 3, 1, 2, 3. И ответственным по каналу притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. 1, 2, 3. Нет у него ответственных. У него от Грея. Он от Грея. Грея. Вы что, поставили голограмму рептилоиду? Хорошо. Открывается под ней портал в галактическое дро. Голограмма улетает в галактическое дро. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Греи видели, что я там открыл, да? Вот об этом я сегодня говорил. Попробуйте меня хоть один раз обмануть. Так, переходим к реверсу энергии. Рептилоиды я зачеркиваю. Значит, было 2 Грея. Грея, вас точно двое? Смотри, рептилоид был, ушел. Он свалил до того, осталась голограмма, да? Да. То есть они выставили голограмму, но рептилоид ушел. А когда он ушел? Как сказать, он рассинхронизировался и ушел. Когда он ушел? Между 2 до 3 дней. Значит, он знал о том, что мы будем проверять биополе, да? Услышал об этом, да? Да. А чего вы не ушли, Грея? Много конструкций. Голограммы вот это. За нее остались, чтобы можно было забрать. А почему вы думаете, что я их верну вам? Хоть один повод назовите мне. Я пришел спасать человека. Вы установили в нем конструкцию, которая его убивала. И вы просите... Говорят, что ее правильно надо отстегнуть. Это важно. А что будет, если неправильно? Повредит орган может. А что это за конструкция? Получается, ее надо рассинхронизировать. Грея, Грея, я это все понимаю. Что это за конструкция, что может повредить? Я такого еще не слышал. Что вы такое там установили? Ну, он знаешь, как показывает, что если... Так, подожди, вопрос. Сколько вы были в этом теле? Меньше двух лет. Два года. Это уже прилично. И что вы за два года успели установить? Вот у нас были люди, у которых бери Грея, и плюс еще один робот, и рептилоид был. И они сидели год, они столько не сделали, сколько вы сделали. Что-то ты не договариваешь мне, Грей. Я тебе даю еще раз один шанс рассказать мне всю правду. Он показывает, что с этой голограммой они как-то трансляцию делали. Мне что, себя вытягивать по каждому слову? Вы воровали у нее энергию, и куда вы ее транслировали? Ну, это больше не энергия, а образ жизни, что ли, изучение. Хорошо. Вы оставили свои чужеродные энергии в нем? Оставили. Есть там энергии чужеродные. Ладно, все. Переходим к реверсу. Надоело с ними общаться. Бестолковая сущность. Стоит на грани от галактического ядра и пытается спасти какие-то провода. Я сожгу сегодня на твоих глазах все эти провода и отстегну без тебя, Грей. Показать тебе как? И силой моего намерения я даю команду. Все, что установили Грей, любая конструкция, безболезненно сейчас выходит. Из семи тонких тел льва и зависает в воздухе. Один, два, три. Да будет так. Знаешь, он показывает какие-то энергии, я бы сказала, такие как молнии, что ли, которые в кровь идут. То есть вены, они в некоторых местах какой-то этой энергии. Они соединены. Грей, вы что, хотели ребенка убить или что, я не пойму? Они синхронизировали его с голограммой. Так. Что вышло из его биополевера? Оно вышло как вот эти провода и на конце этих проводов то ли чипы, то ли пересоски какие-то. Я даю команду силой и намерения. Лев отторгает все, находящееся в его биополе, в его семи тонких телах, все чужеродное. На частоте Греев. Один, два, три. Включает свет. И свою собственную энергию отторгает. Эти черные частички, находящиеся от Греев. Во всех его тонких телах. Да будет так. Мама помогает им своей энергией. И они начинают из него как выходить и в такой клубок скатываться. И клубок крутится, наматывает до последнего микрона все энергии Греев. И они больше темно-синие и серые какие-то. Ммм. Готово. Отлично. Открывается портал в галактическое дро. Один, два, три. Все улетает в галактическое дро на переработку. Один, два, три. Закрываю, опечатаю, растворяю. Но вот это они хотели. Вот это они хотели забрать. Я вам Греев сейчас показал, что вы солгали. Я это и без вас все снял. За одну минуту. И теперь ваша очередь получить по 50 тысяч герц удара. Не правда ли? Не бей нас. Мы не заслужили. Мы хотели вытащить и забрать это. Это наша энергия. У вас их уже нет. И я даю команду тонкой копии льва спроекцировать все энергетические сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам ответственны за чужеродную негативную патогенную энергию, низкой вибрационной энергии в его биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. Я подкрашиваю их ярко-красный цвет. Сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии льва произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Энергию страха, неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И покажи мне, пожалуйста, Вера, кому идет больше всего энергии сейчас. Черная. Черная идет у нас без. Сера-белая к спруту идет. Синяя грязь идет. Грея. Много идет Грея? Всем идет много. Просто к ним самая яркая идет. Да, Грея. Ваши шансы тают на глазах. К рахноиду серость идет какая-то тоже. Бледно серая такая. К спруту идет много. Он даже как-то почавкивает и забирает. Эта чавка я здесь слышу. Никто вас забрали. Устанавливаем фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Лев забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили до последней капли, возвращает лев себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. А по чакрам фиолетово дает спрут. Зелено-синяя идет от рептилоидов. Желтая. Ой. Грея. Желтая идет от тарахноида. Но от беса идет человеческая бежевая энергия. Ой, бес. Твои шансы сокращаются. Все меньше и меньше становится. Ты же, знаешь, жизненную энергию у него воровал, да? У тебя мало было красной энергии первой чакры. Ты решил у него уже подпитаться на полную, да? Показывает, что в этих играх легко умирать. Ну, воскрешать и умирать. Воскреснуть и умереть. Поэтому жизненная энергия... Продуцируется, ты ее воруешь. Ну, да, как... Понятно. То есть он играл вместе с ним. Отдавая все назад-назад. Все. До последней капли. Все, что у него украл. Всех касается. Спруту идет нормально? За пять лет? Спруту возвращает фиолетовую энергию. Фиолетового цвета. Это ж... Какой ужас. Спруту, у меня такое желание тебе сейчас. Знаешь, что сделать, а? За твою... Отдает он. Он отдает пахти. За твое хладнокровие. За то, что ты делал с ребенком. Вернули все. Хорошо. И я даю команду. Грии. Сидят в клетке. Мы уже все вытащили. Спрут сейчас выходит. Достает все, что наставил. До последнего микрона. И возвращается в клетку. Предупреждаю всех. После этого будет проведена проверка. Одним миллионом герц. Если кто-то меня обманет. Во-первых, сожгется все, что находится в его биополе. И по каналу я сожгу ответственного. Спрут снимает. И он какую-то жидкость высасывает. Тут я ее чувствую. Даже она как хрустящая какая-то. Как карамельная. Что-то такое. Карамельная у меня. Крахмальная. Крахмальная, да. Что это такое, Спрут? Его энергия это такая. Снимает. Он с головы снимает. Представь, эта цивилизация, она еще старее нас. Все снял. Хорошо. Спрут, с какой ты цивилизацией пришел? С какого созвездия? За пять лет уже забыл? Говоришь, что цивилизация, Спрут. А созвездие какое? Не может сказать. Обалдеть. Ты в школу не ходил, да? У вас не было там начального образования? Не хочешь, чтобы ты знал. Спрут, а знаешь, что я могу сейчас с тобой сделать? Уменьшаю тебя в два раза. Один, два, три. Влад, свяжи Спруту лапы. Один, два, три. Става. Отлично. И еще раз я повторяю свой вопрос, Спрут. Третий раз я не повторяю, я открываю под тобой галактическое ядро, и ты уходишь в галактическое ядро, и на этом заканчивается твое бренное существование. Никому не нужное паразит. Итак. Ну, уйдет информация, что нету этой планеты. И физических тел нет. В каком созвездии ты находишься, я спрашиваю? Какой-то он показывает там буквы, цифры, очень длинные. Где-то возле Ориона он говорит. Знакомое слово. Хорошо. Так. И я даю команду. Арахноид выходит из своей клетки, достает все, что он там забыл. Смотрит на Спрута, что с ним было. Думает перед тем, как что-то оставить. Подожди, Спрут. Вот он показывает, говорит, что за созвездием Ориона есть место, где... Громче. За созвездием Ориона тут какой-то изгиб такой. То есть это не созвездие, это какое-то скопление. Где вот он конкретно обитает. Хорошо. Развязывай Спрута. 1, 2, 3. Возвращаем ему первоначальные размеры. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Чуть трудно было Спрут с первого раза нормально отвечать. Арахноид работает, вытаскивает все? Арахноид сматывает паутину. Забрал. Хорошо. Так. И у нас остался бес. Что там бес оставил? Все, что бес оставил, загорается ярко-красным светом. 1, 2, 3. Если что-то еще осталось в биополе ребенка, ты это видишь. 1, 2, 3. Накидка. И накидка силой моего намерения снимается. Зависает в воздухе. До последней частицы от этой накидки вылетает и наматывается на эту накидку. До последнего микрона. Ни одного остатка не остается. С рук снимает. И с рук уходит, да? С рук выходит. Перчатки. Ой, бес. Ой, бес. Ой, бес. Ну, ты отхватишь сегодня. Я тебе гарантирую. Готов. Отлично. Открывается портал в галактическое дро. 1, 2, 3. Это все улетает в галактическое дро. 1, 2, 3. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Отлично. И включая скэнер на... Подожди, стоп. Маячок. И ярко-красный маячок загорается над клеткой ответственного. 1, 2, 3. Пошел скэн. У него на руках еще что-то есть. Ну, это уличное что-то. Какого она цвета? Серая, темная, черная? Да, она темная. Как знаешь, какая-то... Это от компьютера. И силами его намерения всю эта темная масса, вся эта темная масса, силами его намерения до последнего микрона начинает выходить из биополя льва, формируясь в черный шар, в темный шар. 1, 2, 3. Наматывает все нити, все до последнего микрона. Что сделал, чтобы он играл? Открывается внизу портал в галактическое дро. 1, 2, 3. Этот шар улетает. 1, 2, 3. И еще раз запускаем скэнер. И на выходе скэнер дает зеленый или красный цвет. 1, 2, 3. Если зеленый, все чисто. Если красный, что-то осталось. Скэнер начинает работать. Отлично. Так. Хорошо. Обращаюсь к всем присутствующим. Вы посмотрели сегодня процедуру. Вы хотите еще раз вернуться в это тело? Арахноид? Нет, он хочет уйти. Спрут. Ты хочешь? Спрут хочет уйти. Все хотят уйти. Арахноид говорит, что как меня угораздило столько детей. Ну вот. Действительно. Кстати, как тебе угораздило столько детей. И Бес. Хочешь ли ты куда-нибудь уйти сегодня? Домой хочет. А что ты мне дашь за это? Ну, ему нечего дать. Вот, видишь. Ты три года сидел и ничего не можешь дать. Какой ты пользу представляешь для меня? Почему я тебя должен отпускать? Я тебя споймал на месте преступления. Ты человеку столько нацеплял там. Ты его мучил три года. Он говорит, отпусти. Я пойду к другим. Да ты меня еще матом здесь покрывал. У меня память хорошая. Сразу не разобрался. А сейчас разобрался? Я понял. Хорошо. И твои действия я слышу. Слушаю. Буду держаться подальше. Абсолютно правильный ответ. Хорошо. Возвращаю. Бесу его размера 1, 2, 3. Готов уходить. Открывается под бесом портал на его частоте 1, 2, 3. Бес улетает на свой портал. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готов. Хорошо. Арахноид готов уходить? Готов. Никогда больше сюда не приходи. Со мной встретишься. Понял? Да, он понял. Открывается наверху портал на частоте арахноида. Против часовой стрелки 1, 2, 3. Арахноид уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь. Есть. Теперь слушай сюда, спрут. Я тебя сейчас буду отпускать. Если тебе вдруг случайно придет идея просить меня что-то или веру, то я тебе скажу сразу. Я тебя затащу назад и сожгу. Мы вчера точно так же сделали с одним спрутом. Который просил, молил о пощаде. Мы его отпустили, а он кинул в нас свою присадку. Она сгорела, правда, перед нашей защитой. Но и сгорел этот, соответственно, спрут. Ты хочешь на что-то кинуть? Тогда кидай сейчас. Я тебя сейчас сожгу. Он кивает, он понял. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут вылетает на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо. И кто у нас там? Греи остались, да? У нас голограмма еще. Голограмма. Открывается портал в галактическое ядро. Голограмма улетает. 1, 2, 3 в галактическое ядро. Вскорает в чистейшую первичную энергию. 1, 2, 3. Кто? Хорошо. Кто у нас там? Два Грея остались? Да. Может, останетесь, Греяшки? Если можно, мы уйдем. Да. А вы не хотите снова прийти в биополе Льва и установить у него конструкцию? Мне говорят, что мы все забрали. Я им просто забрали. Я тебе скажу следующее. Вы должны это сообщить в своих мирах. Если хоть один Грей придет в его биополе, я об этом узнаю на следующий день. Вы не успеете даже понять, что случилось. Вы будете опять в клетке. И тогда вы встретитесь со мной. Вы хотите со мной встречаться еще раз? Нет, я не хочу. Отлично. У меня точно такое же желание и по отношению к вам. Поэтому передайте это в своих мирах. Эта семья для вас закрыта. Эта квартира для вас закрыта. Я сейчас пойду в квартиру. Если я что-то найду от Грея там, я это сейчас. По каналам притяну ответственных и сожгу их там. Я никому не позволю, чтобы он входил в эту семью, в эту квартиру, в этих детей. Понятно все? Я не понял. Все. Открывается наверху портал на частоте Греев. 1, 2, 3. И они улетают на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Паразиты. Я вызываю все соглашения. Я говорю вслух, а тонкая копия льва повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры. 2006 года, которые заключены осознанно и неосознанно. Все кармические договоры, контракты родок, контракты новоплощения и миссии, а также все то, что имеет мой энергетический отпечаток на этой временной линии и на всех других, в прошлом, настоящем и будущем. Внутри всех измерений, плотностей, уровень, сфер, реальности. Я вызываю все повторные фрагменты, копии, резервные копии, зеркала, экземпляры, контрагенты, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вышли договора? Они вышли, но они как-то слабо видны их. Но намерение слабое. У него? Но он это говорит, чтобы маме сделать приятно. Я сейчас объясню Леву. Лев, то, что вы сейчас делаете, вы не маме делаете себе. Не маме приятно, а облегчаете свою жизнь. Здесь находятся контракты, которые, возможно, вы сотни лет назад заключили на что-то, что не имеет вообще никакой силы, оно будет у вас высасывать энергию. Вы это делаете не для мамы, а для своей жизни. Вы через три года станете совершеннолетним человеком, и эти все контракты потянут вашу жизнь назад. Поэтому я вас прошу еще раз взять все, и я даю команду, вызывая все соглашения, все контракты, все договоры, 2006-го, которые заключены осознанно и неосознанно, все кармические договоры, контракты рода, контракты на оплачеве и всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Один, два, три. Ну, они есть, они сейчас немного ярче стали. Хорошо. И я прошу Льва проверить эти контракты и выбрать, которые ему нужны, и от которых он хочет отказаться и аннулировать. Спрашивает, можно я посмотрю, мне интересно. Пожалуйста. Можешь Слу сказать маме, что там написано? Их много, Вера? Да. Ну, я вижу три, которые видно. Надеюсь, у него хватит мудрости. Два как рулон, а один как книга. Вот он один берет, как рулон такой свернутый. Хорошо, Лев, объясни, что там написано. Какой-то договор, когда он был сделан. Считай информацию. Он был моряком, прошла жизнь, давал присягу. Это присяга, да? И у него как связь с морем, да. Какой это год? Считай цифру, один, два, три. 1812-й. 1812-й год. Отлично. Я понимаю, это Россия, да? Или где-то другая страна? Это не Россия. 1812-й год. Каждому говорит, кто знает историю. Я бы сказала, что Португалия. Португалия. Хорошо, отлично. Хочешь ли ты этот контракт, которому больше 200 лет, заключенный в Португалии, в твоей сегодняшней жизни? Он будет у тебя отсасывать все твои энергии и ничего тебе не даст. Он смеется, я не хочу его говорить. Ну, в чем? Я даже не помню эту прошлую жизнь. Так откуда ты можешь ее помнить? Уничтожить все. А подожди, что во втором контракте было? Первый ты был моряком, что во втором? Говорит, не хочу смотреть. Посмотри, пожалуйста, потому что ты сам захочешь об этом на земле узнать. Даже если ты... Как там что-нибудь нехорошее? А вдруг хорошее? Ты же не знаешь? Надо быть смелым в жизни. Это твои контракты, ты имеешь право на них смотреть. Этого уже нет. Хорошо. Тебе это поможет на земле себя понять. Лев. Сейчас он открывает второе. Отлично. Чуть громче, Вера. Здесь какой-то орден. Какой год? Считай информацию. 1, 2, 3. 1530. Страна? Это Ватикан. Ватикан. Да ты что? А, отлично. Хорошо, посмотри на этот контракт. А он не воин случайно? Может, еще рано. Мы, ну, матушки только увидели крылья, когда придет время, узнаем. Ну, я вижу, вот, как сказать, в Ватикане папа, и у него медальон на груди. Вот это больше я ничего не вижу. Кто он, это ли он? Нет, я не знаю. Ну, это принадлежность к какому-то ордену. Ты видишь сейчас медальон этого ордена. Ты его просто не видишь. Хорошо, я понял. И это два контракта было. Что у нас в книге, Лев? Он говорит, надо открыть. Ну, так открой. Твоя книга. Китай. Себя с драконом. Год? 1214. 1194. 14-й это год рождения. 14-й, наверное. То, что был заключен в контракт. Ну, я увидел 14-й. Хорошо. Еще 194-й это год рождения души. Вот. И вот после рождения он там, может, 1214-й был заключен в контракт в этой жизни. Я понял. У меня такие цифры были. Хорошо. Понял, Лев? Что ты там заключал? И когда? Говорит, это же не я был. Ну, это была твоя душа. А сейчас тебе надо от них расстаться. Ты готов? Готов. Повторяй за мной. Внутренней властью. Моего суверенного я. Я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Боли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии. Стопа. Отлично. Хорошо. Открывается портал в галактической дрове. Все контракты улетают. Один, два, три. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Я делаю сейчас запрос Амалии. Амалия, ребенку надо читать манифест или нет? 15 лет. Она говорит, что это зависит от души. Хорошо. Спрашиваем тонкую копию льва. Созрел ли он для прочитки манифеста, который объявляет ответственность за его жизнь, за то, что он берет свою жизнь в свои руки и выражает это намерение своей души и личности. Созрел ли он для этого или он пока еще молод? Он может прочитать, но он не понимает, что такое намерение. Значит, тогда не будет смысла. Хорошо. Оставляем тогда этот вопрос. Что? Готово. Отлично. Хорошо. И для усвоения вибраций мы закончили чистку. Возвращаем тонкую копию льва в систему биороба душа. Заводим, подключаем его к каждому внутреннему органу и каждой клеточке. Из виленки головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от льва и перемещайся в комнату диагностики. Какая-то информация, что ему спорт помогает очень. Отлично. Спорт, каким бы он ни занимался, ему очень поможет. Мысли в порядок приводит. Лев, оставьте этот компьютер, эти компьютерные игры. Берегите свою молодость и свою жизнь. Не теряйте времени на бессмысленные занятия. Занимайтесь спортом, развивайте себя, учите что-нибудь. Это мне ваш. Это от нас вам совет. Хорошо, Верочка. Хорошо, маму будем возвращать, да? Да. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Оксаны в систему биороба душа. Заводим, подключаем. Ее к каждой клеточке, каждой из виленки мозга проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Утого. Отлично. Отключайся от Оксаны и перемещайся в комнату диагностики. Да, я здесь. Отключайся от Оксаны и семи. Субтитры создавал DimaTorzok